Лето самое самокатное время. Катайся не хочу. Но и нарушений в теплый сезон становится больше кратно. Обровцовых водителей самокатов не так уж много. Например, пересекая пешеходный переход, необходимо спешиться и вести двухколесный транспорт рядом с собой. Два друга на самокате через переход двигаются не спешиваясь и почти в припрыжку. Кроме того, Кирилл еще и несовершеннолетний. По правилам несовершеннолетний не имеет права привязывать свою или родительскую карту к приложению. Артема, 18, говорит, что катается второй раз и развлечение ему не очень-то понравилось. Люди ходят, боишься кого-то сбить. Люди больше переживаешь, чем за себя. Потому что вот так вот, когда собьешь друг, если сломать что-то, еще что-нибудь такое. Вот как бы это больше всего страшно. За самые грубые нарушения вождения самокатов грозит штраф. И немалые. Его устанавливают фирмы-владельцы самокатов. Если нарушение зафиксировано, избежать штрафа не удастся. Он автоматически спишется с карты. Мы с недавних пор уже повысили штрафы от компании «ВУШ» для наших пользователей. И штрафы повысили существенно. То есть, например, езда вдвоем на одном самокате сейчас будет штраф 5000 рублей составлять. За езду в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения штраф будет составлять 100 тысяч. Образцовый, правда и взрослый самокатчик Сергей через переход идет пешком. С двухколесным конем рядом с собой. Но памятку от сотрудников ГАИ все равно получает. Каждый житель Владивостока, конечно, тоже может принять участие вот в этой работе над повышением культуры вождения. Для этого необходимо установить себе в телеграмм «бот» «собака», «самокат», нижнее подчеркивание «ру», нижнее подчеркивание «бот». И туда каждый желающий может отправлять информацию о тех нарушениях, свидетелям которых он стал на улицах города. Просто сфотографируйте или запишите на видео это нарушение, прикрепите и отправьте его в бот. И дополнительно укажите время и адрес произошедшего. Растет число пострадавших в ДТП с участием самокатов. За весь прошлый сезон по Владивостоку было всего 18 случаев. А в этом сезон только начался, а происшествий уже 14. На набережной Цесаревича на самокате сбили 7-летнюю велосипедистку. На Семеновской – 9-летнюю девочку-пешехода. На батарейной водитель БМВ сбил 13-летнего водителя самоката. Для всех этих случаев самокат был средством развлечения.